МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только вдумайтесь, в среднем в год в Гомельской области образуются около 400 тысяч тонн отходов потребления. Это только по официальным данным. Со временем тысячи превращаются в миллионы и целые небоскребы мусора. И это не только вопрос экологической безопасности, речь об экономике и сырьевом обеспечении из отходов дохода. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Гришков. Дмитрий Александрович, добрый день. Располагайтесь. Заместитель директора предприятия спецкоммунтранс Александр Никонов. Александр Анатольевич, добро пожаловать. Рад видеть. Заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза Сергей Носов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Располагайтесь. И заместитель директора стеклозавода «Веда Транзит» Валерий Чеховский. Валерий Алексеевич, милости просим. А свежую статистику. Только за 2018 год в Гомеле образовалось около 170 тысяч тонн отходов потребления. Для Гомельской области эта цифра звучит следующим образом. Об этом говорил 400 тысяч тонн. Не учитывая несанкционированных свалок, Александр Анатольевич, Дмитрий Александрович, насколько проблемно звучат эти цифры для специалистов в масштабах области? Ежегодно доходы населения возрастают, то и количество образующихся отходов у населения тоже возрастает. Вы к тому, что меньше мусора не станет. Меньше не станет. И приоритетными задачами является не только уменьшение объемов образования отходов, но и увеличение объемов переработки. Для этого нужно и продолжать практику строительства мусороперерабатывающих заводов, увеличивать количество контейнеров для раздельного сбора, увеличивать количество приемных заготовительных пунктов вторичного сырья. Тем более, что опыт у Гомельской области в этом направлении есть. Об этом сегодня очень много будем говорить. И все-таки, вот насколько проблемно звучат цифры, озвученные мной. 170 тысяч тонн отходов потребления для Гомеля в год в среднем, 400 тысяч тонн в среднем по официальной статистике для Гомельской области. Много это или мало? В принципе, можно сравнить примерно с Минской областью. Объемы образования и коммунальных отходов, и численность населения, она примерно одинаковая и сопоставима. Посмотрите на Гомель 10 лет назад и посмотрите на Гомель в настоящее время. То есть развиваются микрорайоны, растет количество жилья, прибавляется население, то есть и объем образования, отходов потребления ежегодно растет. Но поскольку практика у нас уже десятилетняя сложилась, по раздельному сбору, по закрытию мусоропроводов, это один из первых шагов был, который начинался еще около 20 лет назад. То есть закрыли мусоропроводы, расставили контейнера, начали приучать детей, начали приучать через детей, родителей. Поэтому работа в этом направлении только идет, только пробегает. Мы в начале большого пути? Да, мы в начале большого пути. Дмитрий Александрович, вот говоря про несанкционированные свалки, они, конечно, не учитаны в статистике, хотя, так понимаю, что это не очень масштабная проблема. И все же много ли фактов в год фиксируете? Да, контрольная наша деятельность за 2018 год показывает, что за 2018 год было выявлено порядка 2000 несанкционированных свалок. Это немало? Это немало, но масштабы этих свалок, они уменьшаются. Можно ли сказать, для каких частей области это все-таки более распространено? Это Гомель и пригород, или все-таки сельская местность? Ну, как правило, большинство несанкционированных свалок выявляются на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам и на окраинах населенных пунктов. Ну, а это характерно у нас для Гомельского района, Добружского, Реческого, где сконцентрировано большое количество садоводческих товариществ. Уверен, многие зрители у экранов сейчас скажут, так может быть, условия не везде созданы для сбора отходов? Ну, вообще, порядок сбора с каждого населенного пункта, с каждого садоводческого товарищества, он описан в таком документе, как схема обращения с коммунальными отходами. Этот документ разрабатывается местными исполнительными распорядительными органами по согласованию с территориальными органами Минприроды и санитарной службой. Так вот, проблема в том, что не всегда предприятия ЖКХ соблюдают эти схемы и графики вывоза отходов. Это с одной стороны, но ведь далеко не всегда мы сами. А второе, что не все садоводческие товарищества и то же самое граждане хотят заключить договор с предприятием ЖКХ на то, чтобы они забрали и вывезли отходы. Хотя это сравнительно небольшая сумма, готовясь к программе, узнавал, сколько в среднем в месяц? Ну, там от 2 до 5 рублей. По большому счету не так много. Ну, понятно, что для многих проще делать по-другому. Штрафные санкции помогают стимулировать людей жить по правилам? Ну, вот за 2018 год за данное нарушение было составлено порядка 460 административных протоколов на виновных лиц. Мы прекрасно понимаем, что одними лишь штрафными санкциями проблему не решить. Здесь многое зависит от экологической сознательности людей и от культуры граждан. Поэтому нами ведется активная работа по экологическому воспитанию детей, школьников, подростков. Мы проводим разъяснительную работу в трудовых коллективах, активно используем рекламу в средствах массовой информации. Небоскребы из мусора под Гомелем. Речь о полигоне в реческом направлении, который, в принципе, невооруженным взглядом сегодня можно видеть, проезжая по трассе. Можно ли сказать, Александр Анатольевич, что этот участок, этот полигон, по большому счету, и изжил себя? Совершенно верно. Полигон эксплуатируется больше 50 лет. Вы представьте, какой объем уже свезен. Если объем образования 170 тысяч, то он в год. И сколько уже за 50 лет завезли туда. Поэтому, конечно, он уже давно себя исчерпал. Понимание проблемности существует. Какие пути решения? Пути решения сейчас на уровне государства и министерств, и Минприроды, и МинжКХ ведется совместная работа. Нужна новая площадка? Да. Нужна не просто новая площадка, а нужен региональный центр. Поскольку зачем тратить деньги в каждом районном центре, если можно создать региональный центр по обращению с отходами. Он и сэкономит деньги бюджетные, и позволит мини-полигоны рекультивировать. Это будет не только сбор отходов, но и переработка, верно? Совершенно верно. Об этом еще поговорим. Пока, насколько знаю, Гомельская область сумела освоить переработку около 25% отходов собранных. Много это или мало? Ну, вообще, сбор вторичных материальных ресурсов – это очень важная экономическая, экологическая задача, которой уделяется в республике огромное внимание. Поэтому, учитывая значимость данного вопроса, ежегодно в каждой области республики доводится задание по сбору основных видов вторичных материальных ресурсов. Так вот, за 2018 год в нашей области заготовлено свыше 111 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. А это 28% от объема образования всех коммунальных отходов в области. 28% – это то, что мы смогли вовлечь в повторное использование? Совершенно верно. Вроде и не мало, но и не очень много. Как увеличить эту цифру? Ну, этот показатель является лучшим в республике. У нас в среднем в республике за 2018 год уровень использования составляет порядка 18-20%, а в Гомельской области на уровне 28%. Плюс 10%. И все-таки, я так понимаю, никто останавливаться на достигнутом не планирует. Тот самый завод поможет решить и эту проблему? Совершенно верно. Поскольку на заводе планируются уже новые технологии по извлечению по цветам, по видам полимеров, по цветам стеклобоев. Поэтому он позволит рассортировать обширные отходы и позволит больше вовлечь оборот в вторичных ресурсах. Все в одном месте. И переработка, и полигон. Причем полигон не только для Гомеля, но и большая часть районных центров. Большая часть районных центров. Это такие как Добруш, Гомельский район, Ветка, Чечерск, Речица, Брагин. Ну, довольно обширный завод будет. И он не только будет сортировать и утилизировать, но он планируется и перерабатывать на этой же площадке. То есть, чтобы не удлинять экономика была, то есть региональный центр должен в одном месте сортировать, перерабатывать и утилизировать. Это действительно та самая зеленая экономика, которая развивается во всем мире. Дмитрий Александрович, чтобы было понятно, актуальности мы далеко не только в экологической безопасности каждого из нас. Я уже говорил, это еще и экономика, в том числе это и решение вопросов сырьевого голода. Кто страдает в первую очередь в этом плане? Да, проблема сырьевого голода наблюдается. Можно привести пару примеров. Это предприятия-переработчики макулатуры. Основные в Гомельской области это Добрусская фабрика, Герой труда и Светлогорский целлюлозокартонный комбинат. За 2018 год данными предприятиями переработано порядка 77 тысяч тонн макулатуры. В то же время потребность в макулатуре данных предприятий находится на уровне 150 тысяч тонн. То есть, чтобы было понятно зрителям, значимую часть сырья в виде вторресурсов предприятия вынуждено закупать за границей? Либо меньше производить продукции. Что касается металлолома, то, к примеру, Белорусский металлургический завод, его потребность в металлоломе составляет порядка 3 миллионов тонн. А в Гомельской области, к примеру, образуется только 340 тысяч тонн. Поэтому приходится действительно закупать металлолом не только на территории республики, но и за ее пределами. А это ложится и на себестоимость. Вообще, за примерами далеко ходить не нужно. В начале 2019 в Гомеле после реконструкции открылся завод по производству стеклярной тары. Валерий Алексеевич, подключайтесь к разговору. Как понимаю, задача номер один на долгие годы для предприятия стать основным конкурентом для импортного производителя. его участия на рынке Белоруссии, если не ошибаюсь, около 50%. Да, скорее всего, около 50%. Может быть, немножко и больше даже. Но я хотел бы остановиться на вопросе именно экологическом, по стеклянному, будем говорить так, бою, и по отходам из стекла. С моей точки зрения, это наиболее опасный, будем говорить, так сказать, материал. Почему? Потому что он, в отличие от макулатуры, от металлома, от биоотходов, не распадается, не ржавеет, не выгорает и не уходит в песок. Он хранится вечно. И в воде, и на поверхности, и в воздухе. Это если не работать с этим видом ресурсов? За год в Белоруссии образовывается от хозяйственной бытовой деятельности населения примерно 260 тысяч тонн стеклобоя. 260 тысяч тонн – это колоссальная цифра. И, по сути дела, интереса к этому виду отходов у нашего народного хозяйства нет. Есть только у одного – у стеклотарных предприятий. Почему? Потому что стеклотарные предприятия изготавливают стекло из сырьевых материалов, которые, по сути дела, кроме песка, ввозятся все, ввозятся из-за пределов республики. Сода, шпат, сульфат, доломит, мел – в какой-то степени уголь. Ну и плюс стеклобой? Плюс стеклобой. То есть вы испытываете тоже тот самый сырьевой голод? Ну, в стеклобое все эти компоненты есть. И когда мы варим стекло из сырьевых материалов, то мы, кроме того, что выбрасываем в атмосферу оксиды азота, углерода, значит, серы, выбрасываем и твердое вещество. Это примерно 20% от сваренного стекла. Если в сутки варим 200 тонн, то 40 тонн выбрасывается в воздушную атмосферу. Если мы варим стекло из отходов, то этих выбросов нет. 260 тысяч тонн. Вся республика, которая занята, ну, три завода, которые работают на производство стеклянной тары, производит ее примерно 200 тысяч тонн в год. А отходов скапливается 260. И как мы их заберем, как мы их используем, от этого зависит не только благополучие экологическое, энергетическое наше. Варить стекло со стеклобоя дает экономию по энергетике примерно 15%. Это очень много. Спасибо за вот эту вводную часть. Она очень полезна для каждого зрителя, чтобы понять проблематику. Если возвратиться к деятельности вашего предприятия, в среднем, насколько я знаю, около 1000 тонн стеклобоя нужно в месяц, чтобы производство работало бесперебойно. Вы этот стеклобой здесь закупаете? 1000 тонн – это не совсем так. По большому счету в Европе работают заводы полностью на стеклобои. И наша задача – как можно больше применять стеклобой с точки зрения, как я говорил, и экологической, и экономической, и энергетической. Поэтому 1000 тонн – это по большому счету… Минимальная отметка. Не то, что минимальная, это ниже минимальной. Нам надо обязательно потреблять хотя бы в месяц 6000 тонн стеклобоя. Вот тогда мы будем говорить, что мы вышли на мировой уровень. Если на средний уровень, ну хотя бы 3000 тонн, а мы потребляем одно. Говоря про стеклобой местного сырья, каков процент сегодня в работе вашей? По сути дела, только песок кварцевый. Все. Все остальное привозное. И стеклобой? Нет, за предел. Нет, стеклобой местный, нашего стеклоперерабатывающего завода, который находится под Минском, значит, в ведомстве белоресурсов. То есть потребность, как видим, в том же стеклобоя огромная. Сергей Николаевич, Александр Анатольевич, в чем с вашей стороны видится проблемность заготовки этого вида вторресурсов? Сергей Николаевич. Что касается заготовки стеклобоя, то, в принципе, вот по итогам 2018 года организациями потребкооперации собрано 5000 тонн стеклобоя. Мы заготавливаем стеклобой от населения, в отличие от других организаций коммунальной формы собственности, которые, в принципе, могут организовать заготовку, не заготовку даже, а сбор стекла в процессе его утилизации. Мы работаем с населением, и мы население выплачиваем денежные средства. Возвращаясь к стеклобою, стали больше сдавать или меньше? На данный момент объемы стеклобоя остались на уровне 2017 года. Я бы не сказал, что население увеличило объемы собранного стеклобоя. А население где обычно собирается стеклобой? Это у себя дома. Все зависит от организации дома, процесса сбора вторичного сырья, его раздельного сбора, хранения у себя дома. Если даже человек не захочет заработать какую-то копейку, я так понимаю, он должен принести... Должна быть заинтересованность. Заинтересованность. В первую очередь, конечно, должна быть у населения заинтересованность. А население чем можно заинтересовать? Только стоимостью вторичного сырья. Об этом еще поговорим. Александр Анатольевич, как видите, можно ли увеличить долю заготовки стеклобоя, учитывая ее востребованность на рынке, в том числе нашим местным? Я считаю, что можно. Последние годы показывают практику, как и сейчас на уровне государства озвучено, что меняется упаковка. То есть больше стало полимерной упаковки. Это пэт-бутылка, напитки в бутылках. Вы про директиву президента, подписанную весной 2019. Не зря она возникла, потому что в последние годы показывают увеличение полимерной упаковки на утилизации, на сортировке, на заготовке и снижение объема по заготовке стеклобоя тарного. То есть, с одной стороны, это забота о здоровье человека, но и забота о экологии. И в том числе, это вопросы сырья. Конечно, конечно. Это обеспечение сырья наших перерабатывающих предприятий. Это в первую очередь. Весной 2019-го президент подписал директиву номер 7, которая подразумевает, как мы уже говорили, поэтапный отказ от пэт-бутылки и плановый переход на стеклянную и бумажную тару. Валерий Алексеевич, как считаете, это сможет стать тем волшебным ключиком в решении проблемы? Ну, мое мнение, что сейчас уже каждый человек понимает, что наиболее чистое с экологической точки зрения – это упаковка в стекло. Особенно жидкости, особенно консервация. Естественно, бутылки не хватает. Пэт-упаковка ни в коем мере не может сравниться со стеклянной и с точки зрения, в том числе, и здоровья человека. Но эта тема перехода, она не быстрая. Она требует рассмотрения даже не границами сегодняшней нашей передачи, а более емкой на государственном уровне. Почему? Потому что это увеличение мощностей предприятий, увеличение сырьевой базы, в том числе и качественного сбора стеклобоя, особенно в части его, будем так, сортировки. Вот мы производим бутылку марки «Б», это бесцветная, это, будем говорить, высшего качества. Но она все равно по содержанию «Феррум-2О3» несколько отстает от украинской бутылки и российской бутылки. Почему? Потому что в том числе в стеклобое сортировка от, будем говорить так, примесей, имеется в виду цветного стекла, неглубокая. Поэтому, безусловно, увеличивать объем стекла, стеклянной тары, это важнейший вопрос не только нашей республики. Европа уже пошла, идет по этому пути, Россия тоже двигается, и, естественно, все эти вопросы будут увязаны между собой. Экология, упаковка, сбор, переработка. Забота о здоровье человека в этом плане – это пункт номер один. Я так понимаю, производитель стеклянной тары после подписания директивы только выиграет. Многие все-таки задумались сейчас о цене, финальной цене той же бутылированной воды. Какие варианты ее удешевить? Несомненно, добавится немного хлопот потребителю, потому что изначально надо будет переплатить за тару, потом ее собрать, сдать. Но в результате все равно покупатель вернет себе назад потраченные за тару деньги, а собранная тара гарантированно попадет на переработку, а не на захоронение на полигон. Вы сейчас про перспективы введения в Беларуси, если не ошибаюсь, к 2020 году залоговой стоимости тары. Да, совершенно верно. Со следующего года планируется внедрение данной системы. Она практикуется во всех развитых странах Европы, что позволяет им собирать до 90% всей потребительской тары. Например, в Германии стоимость тары находится на уровне 25 евроцентов. То есть изначально, покупая бутылку воды, эти 25 евроцентов заложены в стоимость воды. Человек после того, как выпил эту воду, сдает назад бутылку и ему возвращаются эти 25 евроцентов. Обл. Потребсоюз организовал в регионе крупнейшую сеть заготовительных пунктов. Если не ошибаюсь, вообще с этого начиналась деятельность потребкооперации. Тогда еще 70-80 лет назад здесь, в Гомельской области. Сергей Николаевич, что сегодня заготавливаете? Вы абсолютно правы. Потребкооперация в Гомельской области существует 80 лет. И изначально деятельность потребительской кооперации – это была заготовительная деятельность. На данный момент, что касается заготовки вторичных материальных ресурсов, потребительская кооперация осуществляет заготовку в основном семи видов вторичного сырья. Это лом черных и цветных металлов, макулатура, стеклобой, полиэтилен, бытовая техника, сложная бытовая техника и отработанные масла. Ну, что касается объемов заготовки и удельного веса, конечно, основную долю занимает на данный момент заготовка черного металла. Это порядка 73%. На втором месте идет макулатура – 17% удельного веса в общем объеме заготовки ВМР. И последняя, конечно, тройку лидеров, так можно, если выразиться, замыкает – это стеклобой. Многие сейчас у экранов, уверен, спросят про финансовый стимул. Как по-вашему, можно ли сегодня реально подзаработать на сдаче вторсырья? На данный момент можно заработать на сдаче вторсырья. И все зависит, конечно, от объемов и стоимости сдаваемого вторичного сырья. На сегодняшний день цены сложились на вторичное сырье в таком порядке. Ну, за стеклобой мы готовы заплатить на данный момент 10 копеек за килограмм, макулатура – 17 копеек, полиэтилен – 15 копеек за килограмм. Люди, которые к нам приносят вторичное сырье, они имеют дополнительный источник дохода. Да, расценки не сильно велики, но тем не менее, насколько знаю, у каждого из ваших подразделений есть такие верные клиенты, которые постоянно приносят тот или иной вид вторсырья. Есть, конечно, и такие у нас постоянные сдатчики. Нам без разницы, кто к нам приносит. Любой гражданин, который к нам приносит вторичное сырье, мы ему всегда рады. И всегда с ним готовы рассчитаться за тот или иной объем сданного вторичного сырья. Ну, есть, конечно, не секрет, что есть, конечно, такая категория, которая вот сдача вторичного сырья в наши приемы заготовительные пункты является основным источником дохода. Другими словами, сегодня работа заготовительных пунктов – это не только решение важных вопросов экологии, экономики, сырьевого голода, то, о чем сегодня очень много говорили, но еще и решение вопросов самозанятости, никак иначе. – Абсолютно верно. Поэтому я еще раз повторюсь, мы на данный момент осуществляем заготовку сырья, а не сбор и его сортировку. И любому, кто к нам приходит, мы выплачиваем денежные средства. За 2018 год, в принципе, за весь объем сданного вторичного сырья, потребка операции области выплатила 15 миллионов рублей. Это немалые деньги. – Александр Анатольевич, я знаю, что спецкоммунтранс тоже ведет работу по заготовке сырья, хотя это далеко не основное направление деятельности. Да и не об этом хотел спросить. Почему предприятие из Гомеля, специализированная компания, достаточно уникальной является даже в масштабах страны? – Таких предприятий, они как в каждом городе есть, но уникальность в том, что мы с 2014 года включились и в заготовку вторичных ресурсов, это раз. И на сегодняшний день мы являемся и переработчиком одним из видов ВМР. Это полимерные отходы, это полиэтилен загрязненный и загрязненный полипропилен. – То есть это полная цепочка от заготовки до перепроизводства? – Совершенно верно. Это не просто заготовки, а от сбора заготовки, сортировки, переработки и утилизации. Это полный цикл. – Давайте обо всем по порядку, буквально коротко, тезисно. Контейнерный сбор. Научились ли наши люди верно сортировать мусор и правильно его выбрасывать? – Статистика это подтверждает. Если раньше на сортировку приходило 80% смешанных отходов, только 20% раздельного сбора, то на сегодняшний день порядка 55% поступает на завод раздельного сбора и порядка 45% – это смешанные отходы. – Как осуществляется сбор из контейнеров в дворовых территориях? Получается, что на каждый вид отходов отдельная машина? – Совершенно верно. – Несколько ли дорогое удовольствие? – Ну, еще дороже его сортировать потом, поэтому здесь надо две точки рассматривать. Либо потом вся машина в общий объеме это привезет, либо оно придет уже по видам рассортировано. Тоже стекло, те же желтые контейнеры, они придут уже, виды видны все. – Это просчитано? – Конечно. В продолжение темы об уникальности предприятия, в 2007 году появилось важное подразделение «Спецкоммунтранс» в Гомеле экспериментальный сортировочный биомеханический завод. Какие задачи решали тогда и сегодня? – Вот как раз экспериментальный завод производства и показало, что все-таки надо переходить больше к раздельному сбору, продолжать работу по закрытию мусоропроводов в жилых домах. То есть это тут и экологическая задача, и санитарная задача. И завод все-таки показал за время деятельности, что мы хотим в стране строить, какие заводы, какие перерабатывающие. То есть этот эксперимент в республике удался. И на базе нашего производства уже открылись производства в Могилеве, открылись производства в Бресте, в Гродно, в Минске. – Следующий шаг для Гомельской области, то, о чем говорили в самом начале программы, более крупное предприятие, которое смогло бы своей мощностью покрыть практически половину территории Гомельской области. – Совершенно верно. Если у нас есть практика по работе с отходами, практика по работе с утилизацией, с переработкой, поэтому почему бы нет и в Гомеле не построить обширное производство по данному направлению. Двигаемся дальше по производственной цепи от сортировки к переработке. Что можно изготовить из, уж простите, вчерашнего мусора? – Ну вот мы начинали направление от полимер-песчаных изделий, и массово сейчас выпускается. Это полимерная упаковка загрязненная идет от отхода употребления. Это пакетики под сметаной, пакетики с молока, сами пакетики, маечки. Все это идет на переработку, и выпускается полимер-песчаные изделия. То есть это для народного хозяйства эти те же канализационные колодцы, которые инженерные сети, да, тоже население использует для канализации в домашнем хозяйстве. Вот, те же бордюры, та же плитка тротуарная она использует. – И даже плитка тротуарная из вчерашнего мусора. – Совершенно верно. Пропорция составляется два вида отходов. Это песок, отжиг, центролит и наши полимерные отходы. То есть два вида отхода объединяются, и в такие изделия производятся полимер-песчаные. – Что пользуется у населения наибольшим спросом? – Ну, все-таки полимер-песчаная продукция. – Людей не смущает, что еще вчера это было на свалке? – Ну, вы знаете, первое время, может, и смущало. – Да. Но когда люди посчитали, что экономически эффективнее на долгие годы положить полимер-песчаную плитку, чем… – Да, я думаю, что цена-качество сделали свое дело. – Да, цена-качество сделали свое дело. И, во-первых, она долговечная, поскольку она влагонепроницаемая. То есть она может лежать веками, эта плитка. – Дмитрий Александрович, а какие еще предприятия в Гомельской области ведут работу по переработке отходов эффективно, к примеру, как спецкоммунтранс? – Ну, к примеру, по полимерным отходам, помимо спецкоммунтранса, переработкой занимаются еще такие предприятия, как Амипак и Скар. По переработке отходов стекла, помимо вида транзита, занимается еще и Гомельстекло, Белстеклопром. По переработке строительных отходов всех видов занимается предприятие «Линия сноса», «Утилизатор», «Гомельский городской» и «Дорожно-ремонтостроительный трест». По сбору сложно-бытовой техники занимается «Гомель-ВТИ». – А как насчет органических отходов? Знаешь, что с этим направлением тоже все неплохо достаточно? – Да, мы работаем с органикой. И начинали мы из-под сепаратора на заводе, испытания проводили, поменяли сетки и органические отходы, начали в бурты собирать. На сегодняшний день создана площадка для компостирования биологической фракции. – Чтобы зрителю было более понятно, речь о, к примеру, той листве, которая куда-то исчезает. – Совершенно верно. – Ну, туда идет не только листва, туда идут и яблоки, груши, фрукты, овощи. Оно все перегонивает, оно называется биокомпост по-старому нашему, вот с дедовских рынков. – То есть сельское хозяйство является после основным потребителем? – Да, да. Зеленое подразделение зеленого строительства и сельское хозяйство. – Что ж, а будем подводить первые итоги нашего разговора. Как видим, у Гомельской области действительно серьезный опыт, передовой опыт, как уже об этом говорили, в деле работы с отходами, даже в масштабах страны. И все-таки многое действительно зависит от мышления населения. Что еще необходимо сделать, на ваш взгляд, для того, чтобы жители региона и регионов стали для каждого из вас, для ваших предприятий по-настоящему партнерами? Сергей Николаевич, буквально коротко. – В первую очередь, конечно, поменять менталитет и не стесняться организовывать у себя дома раздельный сбор вторичного сырья. При этом можно на этом заработать неплохие деньги. Если даже нет желания заработать и получить дополнительную копейку, то, конечно, вторичное сырье надо выбрасывать в специально для этого отведенного контейнера. – Валерий Алексеевич, признайтесь честно, вы дома раздельный сбор отходов ведете? – Не всегда, к сожалению. Но я вот считаю, что основа – это пропаганда, начиная от детско-ясельных, так сказать, уровней, заканчивая взрослым населением. Европа показала, если только человек ментально действительно понимает, ну, будущее в этом, то он будет делать. Хотя деньги, безусловно, это очень важно. Но на уровне нашего подрастающего поколения нужно работать и работать. – Себя обещаете начать? – Безусловно. – Дмитрий Александрович? – Ну, надо продолжить практику работать с детьми, то есть заниматься экологическим воспитанием. – Эта работа ведется в регионе? – Сейчас эта работа ведется, но нужно подключаться к этому не только образованию, но и другим службам, всех, кто контактирует с детьми, с молодежью. – Александр Анатольевич, хороший стимул не помешает и в работе с молодежью, зная, что в этом направлении спецкоммунтранс тоже свой проект разработал. – Мы на протяжении уже нескольких лет проводим конкурсы среди школьных, дошкольных и продолжаем проводить эти конкурсы. То есть уже ни одна школа получила и садики, и подарки от нас. Плюс это все-таки экономика для школы и для отдела образования, это все-таки финансовая заинтересованность. То, что где-то недополучают они это государство, они имеют право получить это от вторичных ресурсов. То есть это тоже немаловажно. – Это было мнение экспертов. А что же по этому поводу думают жители Гомеля и области? Прямо сейчас короткий соцопрос. Буквально через несколько минут вернемся в студию и подведем черту в разговоре. – Мусор сортирую для того, чтобы сохранять природу. – Пластмасс отдельно, металл отдельно, стекло отдельно. – Вот и вот ход отдельно. – Да. – Сортируем, ну потому что это правильно, так что мусор когда сортирует. – Важно для природы, для человека. – Нет, я не сортирую мусор. – Да, сортирую. Но это получается как-то машинально, привычка уже. То есть родители как-то привычили и так пошло дальше. – Это очень полезно, потому что второе сырье, оно обязательно нужно для того, чтобы перерабатывать, и потом деньги какие-то зарабатывать на этом. – Смотря на каком. На пластмассе можно, на металле можно, на стекле можно. Можно, да. – Ну да, некоторые зарабатывают, да. Вот собирают бутылки, сдают это. – Бывает, да. – Везел, допустим, технику бытовую старую, люди прямо приезжают за ней, забирают ее. Ну я не знаю, насколько это выгодно. – Если это пластик или там пакеты полиэтиленовые, их переплавляют, я так понимаю, ну и потом можно пластиковые изделия делать, ну и все, что из этого можно сделать, в принципе. – То ли это бумага? – Я не знаю. – Вы знаете, я сортирую мусор, я пластиковые бутылочки в одно, потом бумага у меня в другое идет и просто мусор в баке выбрасываю. Это уже, как говорится, ну не знаю, уже давно. Это дело еще до того, как вот эти все разговоры пошли. Ну а для чего? Во-первых, сейчас у нас, наверное, в Беларуси, я точно не знаю, но есть уже комбинаты по берегу, обработке вторичного сырья, и это все пригодится. Потом это бумага, это опять же бутылки, и опять новое стекло. И вот стекольный завод открылся, насколько я знаю, новые там, такие хорошие пошли. Потом, насколько мне известно, будет все переводиться на стеклотару в скорости, потому что пластик – это изогрязнение, он не перерабатывает, в смысле он сам по себе же, он не исчезает, а его нужно перерабатывать. Я только за. И всех призываю это делать. Из отходов дохода, как видим уже сегодня, это действительно реально. Уже мы о гости комментируем мнение гомельчан и подводим черту в разговоре. У каждого из вас по традиции программы есть буквально по одной минуте для того, чтобы сделать свой вывод из сегодняшнего разговора. Валерий Алексеевич, жители Гомельской области, как мне кажется, неплохо осведомлены, в том числе и о вашем предприятии, да и о законодательном развитии страны. Я уверен, что, безусловно, объемы переработки отходов, в том числе и стекла, будут возрастать. Это однозначно. Но самое главное – это подготовка людей. Вот я говорю, мы проводили эксперимент в Костюковке, у нас две школы – 42-я и 13-я. Мы ставили три контейнера в одной школе, три контейнера в другой. Не потому, что мы от этого объема поднимем какое-то там производственное, будем говорить, направление. Мы разговаривали с учениками, что вот эта работа – это общественная польза. Мы давали им деньги за собранный стеклобой, который они пускали в туристические походы, покупали какие-то для класса там себе спортивные вещи, инвентарь. Что показал эксперимент? Эксперимент показал, что люди понимают. Не обязательно будем говорить, да уж так деньги. На уровне молодежи они понимают именно вот будущее. Вот это они понимают. Уже попозже там, да, там деньги. Сергей Николаевич, возвращаясь к комментариям соцопроса, мнение гомельчан, но и подводя черту в разговоре. Ваше мнение? Ну, мнение гомельчан мы уже посмотрели, в принципе. Сознанием дела, говорит каждая, от молодого великого. Постепенно, в принципе, работа в этом направлении идется. И люди стали понимать, что действительно надо осуществлять раздельный сбор вторичного сырья, и надо его повторно вводить в объем производства. Ну, а подведомственные организации потребительской кооперации готовы, кроме этого, еще даже и материально поощрить за раздельный сбор сырья и сдачу его в наши приемы заготовительные пункты. Александр Анатольевич. Ну, прежде всего, задумываясь об этой проблеме, да, хочу сказать, что мы же живем не сегодняшним днем, а у нас будут дети, внуки, правнуки, поэтому то, что мы сейчас сделаем, то мы оставим своим поколениям. Думая о перспективе сегодня. Конечно. Живя сегодня, нужно думать о завтра. Дмитрий Александрович. Безусловно, порадовало мнение наших жителей города, что все-таки отходы разделяются и понимание есть. Ну, и хочется пожелать всем телезрителям, чтобы они задумывались, какой же вред наносит человечество природе и как каждый человек может помочь. Разделять отходы, не выбрасывать вместе со всем мусором опасные отходы, такие как батарейка, люминесцентные трубки, энергосберегающие лампы. Всегда отправляюсь на природу, убирать за собой мусор, оставлять чистой нашу природу. Что ж, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Спасибо за участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова